Главная тема форума – финансовый суверенитет России. Против нашей страны были введены беспрецедентные санкции, но своей основной цели их инициаторы не добились. Подорвать нашу финансовую стабильность не получилось. В первую очередь, благодаря тем оперативным решениям, которые принял наш президент. Правительству совместно с Банком России удалось существенно сгладить негативное влияние недружественных действий против наших граждан и бизнеса. Сказалось и то, что в подготовке целого ряда мер принимали участие представители регионов и нашего делового сообщества, эксперты, общественное объединение. Это позволило максимально полно учитывать специфику конкретных отраслей и направлений. Были реализованы мероприятия по сдерживанию оттока капитала, обеспечению бесперебойной работы банков, других профильных организаций. Укреплен курс рубля. Попытка ограничить энергетический экспорт привела к закономерному росту нефтегазовых доходов нашего бюджета почти наполовину. Был своевременно подготовлен план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления, который постоянно пополнялся. В него вошло более 300 мероприятий. Значительная часть из них так или иначе связана с вопросами финансирования. Конечно, свою позитивную роль сыграл и фундамент, созданный в нашей стране в предыдущие годы, в нулевых, в 2010-х и в период борьбы с ковидом. Это накопленный денежный резерв, сформированная собственная финансовая инфраструктура, позволяющая проводить все платежи внутри страны, как для бизнеса, так и для частных лиц. Мы поддержали граждан, а они – внутренний спрос. Все это свело на нет попытки остановить операционную деятельность предприятий. Они продолжают работать, постепенно перестраивая свои логистические и товарные цепочки. Проекты реализуются, люди сохраняют рабочие места, получая заработную плату. Такие усилия дали закономерный результат. Экономика плавно адаптируется к новым реалиям. Некоторое замедление динамики, конечно, было неизбежно, но оно не оказалось разрушительным, как предполагали инициаторы санкций. По оценке Министерства экономического развития, в январе-июле наш воловой внутренний продукт снизился чуть больше, чем на 1%, относительно показателя аналогичного периода 2021 года. А тогда наша экономика росла опережающими темпами, восстанавливаясь после ковида. Для сравнения, падение ВВП в глобальный кризис 2009 года было сильнее в 7 раз, а тогда никаких внешних ограничений в нас не было. В плюсе остаются показатели промышленного производства, сельского хозяйства, строительства. По оценкам уже пройден пик спада потребительского спроса. Кстати, июль стал третьим месяцем, когда уровень безработицы держался на историческом минимуме – 3,9% от экономически активного населения. Вопреки первоначальным опасениям, выросли инвестиции. Во втором квартале этого года вложения в основной капитал по полному кругу организаций в реальном выражении увеличились на 4%. Причем наибольший вклад несли обрабатывающие отрасли, прежде всего экспортно-ориентированная промышленность. Бизнес отреагировал не так, как задумывали авторы санкций. В основном предприниматели не останавливали, а наоборот стремились продолжить инвест-программы там, где это было возможно. Нам предсказывали глубокую рецессию, но и этого не случилось. Мы успешно отвечаем на возникающие вызовы и совершенно очевидно выйдем из текущей ситуации еще более сильными и подготовленными. По мере адаптации экономики к текущим условиям некоторые ограничения постепенно снимаются. В первую очередь это касается стабилизации валютных операций резидентов. Снижаем барьеры для участников внешнеэкономической деятельности, которым сегодня нужно менять логистические цепочки, перенастраивать импорт, искать новые рынки сбыта своей продукции. Сейчас Россия находится в процессе переосмысления своего финансового суверенитета. Нам надо сформировать такую архитектуру, чтобы решать все необходимые задачи, исключив влияние третьих стран. Долгосрочные ориентиры развития государства определены президентом. Он выделил пять национальных целей развития, конечно, вы их хорошо знаете. И инструментами их достижения являются национальные проекты, государственные программы и стратегические инициативы. Важнейшая задача финансово-экономического блока через правильное планирование доходов и расходов обеспечить финансирование выхода на соответствующие показатели, выполнение всех социальных обязательств перед гражданами нашей страны. Мы отчетливо понимаем, что двигаться предстоит в условиях длительного и, возможно, усиливавшегося санкционного давления. Недавно провели стратегическую сессию по дальнейшему развитию отечественной финансовой системы. На ней был принят ряд принципиальных решений, в том числе о ее донастройке. Формирование новых эффективных механизмов, которые позволят насытить нашу экономику достаточной ликвидностью, обеспечить устойчивость деятельности отраслей и, конечно, сохранить рабочие места. Важно доработать, исходя из текущих вызовов, и принять стратегию развития финансового рынка до 2030 года. Ее последовательная реализация совместно с Банком России поможет увеличить приток дополнительных инвестиций в развитие отечественной экономики. Необходимо интенсивно развивать инновационные направления, заниматься внедрением цифровых финансовых активов. Нужна ускоренная цифровизация сектора. Мир активно переходит на облачную инфраструктуру. Это важнейший элемент конкурентоспособности. То, что раньше занимало недели и месяцы, происходит за пару кликов или касание экрана смартфона. Но при этом мы обязаны сохранить независимость от регуляторов государств, где расположены серверы. И, конечно, обеспечить кибербезопасность нашей системы. Еще один компонент финансового суверенитета – переход к более широкому использованию национальных валют. Хотя сам процесс дедоларизации уже давно начался. Санкции лишь укрепили интерес к нему. У нас сейчас на московской бирже торги идут в семи парах с валютами дружеских стран. А если в январе-феврале этого года в среднедневной объем операции спот в таких денежных единицах составлял 1,7 млрд рублей, то в июле-августе уже 60 млрд. Расширяется доля расчетов в национальных валютах и на территории Евразийского экономического союза. Значительное сокращение использования доллара – долгосрочный тренд. Он требует последовательной многолетней работы. По результатам этого движения, если к нему будут присоединяться и другие страны, возможно формирование многополярной системы международных расчетов. Также необходимо упрощать доступ иностранных инвесторов и эмитентов на российский рынок. Конечно, все эти планы не означают, что Россия должна закрыться от мира. Более того, суверенитет – это не про изоляцию, а про безопасность и стабильность. Трансформация текущих финансо-экономических процессов, перестраивание торговых цепочек, пересмотр подходов к резервным валютам, фрагментация платежных систем не исключает того, что сильно изменится сам мир и его устройство. Правительство будет настраивать финансовую систему внутри страны вместе с Банком России, и чтобы она отвечала потребностям наших граждан и бизнеса при любых обстоятельствах. Особенно, когда на первый план в мире выходят скорее политические решения, а не экономические.